Пятник Карпин Пятников не удел, но Дмитрий и Раченко ворота маловато. Два чистых момента пропали на первых минутах, и греки были не прочь попользоваться законом «не забиваешь ты, забьют тебе». Но российская оборона действовала на удивление надежно. На 25-й минуте Анопко и Пятницкий, по разу ласково коснувшись мяча, так красиво вывели в прорыв Раченко, что даже Калицакис полез поздравлениями. Его объятие арбитр Стофоджи столковал как пол последней надежды. Точно такая же комбинация спустя несколько минут, благо нет Калицакиса. Совершенно свободный Пятницкий отправляет мяч в незащищаемое пространство. Мимо ворот. Анопко пробует обходной маневр, обостряет ситуацию Никифоров и... Штрафной. Никифоров метров с двадцати объяснил от Маздису, что такое по-настоящему кушечный удар. 1-0. Традиция «не забивания» в Греции сломана. Но оставалась другая традиция греческих поражений. Добровольский Куйков предоставляет новый шанс Пятницкому. Наступает время грубейших ошибок греческой обороны. По-новому проявила себя российская оборона. Наши защитники постоянно участвовали в атаках, исполняя в них роль фундамента. Практически каждый отметился острой передачей впереди, а в тылу блистал харин. В середине второго тайма, когда нити игры от нашего скользнули, а греки пошли в последний решительный, харин несколько раз просто спас команду. В матче в Солониках он второй раз подряд сыграл за сборную на ноль. Эти две игры и непропущенные мячи отношу еще на тот счет, что великолепно играла линия обороны. Надежную игру обороны в матче с командой, не потерявшей до этого ни одного очка, следует признать частью удачно избранного плана. Игра же каждого футболиста в отдельности не была идеальной. Имея на поле лишнего игрока, сборная России получала преимущество не за счет численного большинства в каждом эпизоде, а благодаря сильному равномерному давлению. Греки сдались на 78-й минуте. Загоряки забивают собственные ворота. И развязка не обошлась без рикошетов. Мостовой подобрал отскочивший мяч и сыграл с бесчастной. Даже если бы судья зафиксировал пассивный апсайд у Кирейкова, это могло повлиять на счет. Но не на результат. 3-0. Замысел Романцева реализован? Импровизация получилась во втором тайме, когда наши игроки перестали в некоторых моментах выполнять элементарные требования. В первом тайме они играли строго по заданию, и все у нас было неплохо. Во втором тайме в какой-то момент мы потеряли нити игры за счет того, что игроки стали много на себя брать, стали играть не на команду, а на себя. К счастью, все обернулось таким образом, что забили еще два мяча. И эта, будем так сказать, расхлябанность не имела значения. Это, конечно, не суперигра. На стадион в Солониках настоящее поле чудеса. Я хотел бы передать привет родителям. Я уверен, что они смотрели этот футбол своим друзьям, ребятам, кто меня помнит, болельщикам Спартака, болельщикам сборной. Я думаю, что они меня еще увидят. В Москву я приеду. Так что привет. Ждал, чтобы травма обошли. В других матчах восьмой отборочный год.